В борьбе с коронавирусом в период пандемии большую помощь оказывают волонтеры общероссийской акции «Мы вместе». Ребята дежурят в колл-центре, обзванивают до 800 человек в день, интересуются состоянием их здоровья и фиксируют жалобы больных. Главное в сегодняшней ситуации, как отмечают активисты, это взаимопомощь. Подробнее расскажет Галина Григоряна. Алло, здравствуйте. Я сотрудник колл-центра, созданного по инициативе главы республики, целью которого является анализ качества оказания медицинской помощи. Разрешите задать вам несколько вопросов? Как оказывают медицинскую помощь на дому и получают ли жители республики необходимые медикаменты? Таких острых вопросов много и задать их должны каждому больному COVID-19. В борьбе с пандемией помогают волонтеры «Мы вместе». Вызывали бы врача на дом в связи с повышением температуры, симптомы ОЛИН? Как долго вы ожидали визита врача при визуальной на дом? Среди волонтеров – школьники. Ребята работают после уроков. В день обрабатывают больше 800 звонков. Чтобы определить недостатки в работе, как можно скорее передать их в профильные ведомства и исправить. Подготовлен свой список вопросов. В основном мы спрашиваем, делали ли люди КТ, анализ крови, вызывали ли они скорую, как долго скорая ехала, измерялась ли им сатурация, было ли назначено им амбулаторное лечение. Потом в конце мы формируем их жалобы. В основном люди жалуются на долгие очереди, на нехватку лекарственных средств, на то, что не все было выдано. И также жалуются на то, что скорые приезжают очень долго. Были замечены случаи от двух суток и больше. Мы эти жалобы формируем, потом проверяем и скидываем непосредственно главврачам, чтобы они смогли решить эту проблему. Добровольцы помогают и в больницах. Медицина испытывает кадровый дефицит. Врачи на передовой в красных зонах, а поликлиники нуждаются в помощи. Студенты медицинских вузов сразу откликнулись. Старшекурсники говорят, помогать будут пока нужны. Мы помогаем в заборе анализа ПЦР, помогаем в термометрии, также ездим с дежурными врачами на вызовы. На вызовах также берем анализы ПЦР или же помогаем сопровождать детей в больнице. В сложной жизненной ситуации оказались одинокие пожилые люди. На помощь пришли автоволонтеры. Они разводят необходимые продукты и тоже помогают врачам. На данный момент основная помощь оказывается нашим медработникам, медучреждениям. И вот эта помощь, она прежде всего нужна в части создания колл-центра по обзвону тех больных, которые получают помощь на дому, а также помощи врачам по доставке их до больных, помощь медучреждениям в доставке бесплатных лекарств. И также оказывается помощь тем подшефным, пожилым и нуждающимся людям, которые еще в первую волну были выявлены, которым нужна систематическая помощь. И все это оказывается нашим штабом. Ситуация с пандемией остается сложной, поэтому девиз волонтеров «Мы вместе» актуален. Как никогда в ряды активистов может вступить каждый желающий. Галина Григорян, Алан Суанов, Алана Бзыкова. Новости Осетии.